Здравствуйте, мои дорогие! Я рада приветствовать вас у себя на канале. И сегодня я хочу поделиться с вами рецептом приготовления очень вкусного, интересного и простого в приготовлении десерта, который называется кейк-попсы. Такой десерт можно приготовить как на праздник или просто так, чтобы побаловать своих детишек или близких. Начнем с того, что нам нужно приготовить бисквит. Желательно бисквит должен быть шоколадным, в моем случае это бисквит в шоколадной кипятке. Этот бисквит для такого десерта подходит наибольше. Я уже делала много раз такие десерты, но мне такой нравится наибольше. Ссылочка на рецепт его приготовления будет в описании под этим видео. Остужаем и разламываем на кусочки. Добавляем 1 столовую ложку сгущенки и 1 столовую ложку размягченного сливочного масла. И все перемешиваем. Добавляем масло и сгущенку до тех пор, пока у нас не получится тесто однородной текстуры, В общем, все точно так же, как для пирожного картошки. В целом, у меня ушло 3 ложки масла и 3 столовые ложки сгущенного молока. Для того, чтобы наши пирожные были примерно одинакового размера, нужно их свесить. Примерно я делаю их по 25 грамм каждую. И дальше нам нужно свернуть шарики. Для более интересного вкуса в серединку добавляю кусочек орешка. Точно так же орехи можно измельчить блендером и добавить в само тесто. Вот и наши шарики готовы. Растапливаем шоколад в микроволновке. В моем случае это белый шоколад, поскольку я хочу сделать белые кейкпопсы. Это для украшения кэнди-бара для маленькой девочки. Растапливаем шоколад на функции разморозки. Тогда ваш шоколад не свернется. Берем палочку для кейкпопса и аккуратно мочиваем шоколад. И вот таким вот образом вставляем в само пироженка. Так нужно нам поступить с каждым пирожным. Кейкпопсы вместе с палочками уже отправляем в холодильник на 10-15 минут. Тем временем опять-таки растапливаем шоколад. Его лучше растапливать вот такой вот глубокой креманке, чтобы было удобно обволакивать наше пироженка. И аккуратненько обтягиваем шоколадом и легонько встряхиваем лишний шоколад из кейкпопса. Это делаем для того, чтобы кейкпопсы были равномерно покрыты шоколадом. Если вы хотите, чтобы ваши пирожные стояли вертикально на вашем праздничном столе, вот, к примеру, берем стакан, добавляем туда какую-либо крупу и вставляем пирожные. Так более удобно. Тогда ваше пирожное будет стоять так, как вы его поставите. Опять-таки отправляем кейкпопсы в холодильник, чтобы они полностью застыли. Вот вы видите, они уже хорошо держат форму и шоколад не липнет к рукам. И теперь дело украшения. Я растопила белый шоколад, добавила немножечко красного красителя, чтобы сделать вот такой вот нежно-розовый цвет. И украсила все вот таким вот образом. Здесь уже работает ваша фантазия. Можно посыпать какими-то вкусными и красивыми посыпками. Вот такой красивый, очень вкусный десертик в итоге у меня получился. Как маленькие дети, так и взрослые любят пирожные на палочке. Они получаются вкусные, простые и очень красивые. Также для украшения кандибара можно сделать такую панакоту. Или же точно так же украсить вот такими вот радужными пизешками. И вот в итоге, чтобы завершить эту композицию, я еще сделала вот такой вот тортик. Это у меня внутри торт «Женские прихоти». Ссылочку на рецепт его приготовления я также оставлю в описании под этим видео. Ну что ж, друзья, вот такое вот видео. Я надеюсь, что оно стало для вас и интересным, и полезным. Если же это так, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх. Я буду очень рад. До новых встреч, всем пока и приятного вам аппетита!